Поставьте ее на возвышенность, а рядом с ней пустую емкость. Сверните кусок ткани или бинта в шнурочек и опустите концами в обе банки. Вода начнет впитываться и стекать с другого конца, используя ткань в роли фильтра. И через некоторое время в пустой емкости накопится чистая вода, которую все же надо будет вскипятить перед употреблением. Давайте добудем огонь из батарейки и полоски пищевой фольги или фольги из пачки сигарет. Складываем полоску вдвое и отрезаем кусочек таким образом, чтобы на ней образовалось тонкое место толщиной 2-3 мм. Цепляем в это место немножко обычной ваты, которая и должна зажечься. Прижимаем концы полоски к контактам батарейки и наблюдаем, как она воспламеняется. Дело в том, что фольга раскаляется в самом тонком месте и поджигает вату. По такому же принципу работают и лампы накаливания. Оказывается, сделать ложку из пластиковой бутылки очень просто. Нам понадобится вот эта ее часть. Маркером наносим очертание ложки на бутылку, как показано на видео, и аккуратно вырезаем. Пламенем свечи убираем заусенцы, придаем ей более правильную форму и тестируем. Ну, как минимум коту ложка точно понравилась. Как думаете, можно ли из обычного апельсина сделать свечу? Разрежьте корку на две части и не цепляя мякоть, отделите одну половину таким образом, чтобы не оторвалась вот эта пимпочка. Налейте внутрь растительного масла и поднесите к ней огонь. Через некоторое время наш фитилек пропитается маслом и начнет гореть самостоятельно. Если вам не на чем приготовить еду, то можно сделать спиртовую горелку из двух жестяных банок. Маркером делаем горизонтальную линию среза на расстоянии 5 см от нижней части банки. И аккуратно разрезаем банку на две части. Те же манипуляции проводим с другой банкой. Делаем вертикальный надрез на одной из половинок и вставляем их друг в друга. Довольно симпатично. Наносим разметку под отверстие на любой из частей и сверлим в этих местах дырочки, также одну посередине. Заливаем внутрь несколько кубиков спирта и подогреваем дно горелки, чтобы спирт начал активно испаряться. Через 20 секунд поджигаем горелку и можем кипятить воду, которую отфильтровали до этого. Чтобы сохранить горячую воду, нужен термос, который мы сделаем из большой пластиковой и маленькой стеклянной бутылок. Наносим разметку и отрезаем часть пластиковой бутылки так, чтобы стеклянная торчала из нее примерно на 7 см. С помощью термоклея или пластилина приклеиваем пластиковую крышку к дну стеклянной бутылки для того, чтобы они не соприкасались. И аккуратно заливаем пространство между бутылками монтажной пеной. Обязательно используйте перчатки, так как ее очень сложно отмыть от рук. После высыхания срезаем излишки пены так, чтобы она компенсировала недостающую часть пластиковой бутылки. И для надежности крепко обматываем брутальным серым скотчем. Готово! Просто божественный термос! Чтобы сохранить и переносить огонь, можно использовать кусок сливочного масла, салфетку и зубочистку. Наносим немножко масла на салфетку, сворачиваем ее в трубочку и вставляем в масло. Потом поджигаем и наслаждаемся уютным огоньком, который будет гореть очень долго. Вы не поверите, но можно поджечь даже банку шпрот. Внутри также содержится масло, которое отлично горит. Ну а потом можете скушать рыбок. Сделаем рефлектор из жестяной банки. Маркером рисуем вертикальную линию практически по всей длине банки. С ее нижнего конца на 5 сантиметров отводим горизонтальную разметку в левую и правую стороны. В верхней части делаем то же самое. Осторожно разрезаем банку по разметке, открываем окошки и получаем отличный рефлектор для свечи, который будет отражать свет и тепло в нужную вам сторону. Чтобы сделать простой компас, берем обычную иголку и трем об вашу одежду. Кладем листик на воду, а иголку на листик. После того, как листик перестанет вращаться, игла будет показывать своими концами на север и юг. Таким образом вы легко сможете найти путь с дискотеки домой. Если вам понравилось видео, напишите об этом в комментариях и поделитесь им с друзьями. Это даст понять, что мы старались не зря и будет мотивировать делать еще. До новых встреч!